мы подводим итоги прошедшего уходящего года вот и хотел тебя спросить вернее я знаю что было но расскажи пожалуйста нашим зрителям что за это время сделали сделали очень и очень много это был действительно тяжелый год это был год когда были сброшены все маски полностью и на самом деле наверное нам надо этому радоваться потому что мы пребывали там в счастливом или в несчастливом неведении относительно происходящего а этот год он расставил полностью все точки над и они полностью расчехлились они полностью обнажились все эти точки и все эти люди и все эти сущности будем говорить да те которые бесы они все вылезли наружу понятное дело там что происходило с самого начала до 7 с января 2021 года но основной скажем так удар и основные события они можно их отнести к началу где-то к середине сентября это прошли выборы и как открылся ларчик и как из друга изобилия вот понеслись эти законы это шелуха это грязь будем так говорить появление понятия стерилизации санитарного контроля санитарного расследования стерилизация неизвестно кого неизвестно то ли каких-то инструментов то ли да то есть с точки зрения там закона до 323 57 статья там есть четкое понятие мы как это слово с двух сторон выделено запятой мы имеем право вот толковать как оно изложено в законе закон о полиции закон об эвакуации санпины постановление о том что губернаторы должны отчитываться перед руководителем распотребнадзоров регионов вот это вот это вот удивительные вещи да когда у нас санитарные врачи мы теперь уже понимаем почему это происходит да они стали выше президента выше губернатора до который так боролись за свое местечко выше президента по то что снизу то и сверху как вот и мы понимаем почему это происходит потому что есть некая структура определенная которая по самотершинным названием воз которая на самом деле сейчас дергает за нитки и управляет практически всей вселенной и мы понимаем почему это происходит пытается управлять и да кстати еще какие вещи появились мы в этом году накопали информацию по огмв это объединенные города и местные власти эта организация которая мы уже по я повторюсь но мы как так как мы подводим итоги мы должны рэперными точками вычленить все то что действительно заслуживает внимание это организация которая по сути объединила мэров городов и всевозможных там поселков и территориальных муниципальных округов которые вообще не имеют права быть субъектами международных правоотношений и как выяснилось эта организация в ней состоят 70 процентов всего населения как они заявляют и они подчиняются к законодательству испании то есть а 70 вы вернее 5 миллиардов человек это 75 процентов практически населения на земле теперь подчиняются якобы законодательству испании якобы да и что самое интересное вот буквально на днях у нас аль сурмитшин это мэр казани он был главой евразийского сектора у гмв и сейчас он назначен полностью главой всей этой организации вместо ушедшего господи потому как называется не председатель вместо ушедшего в отставку бывшего председателя это касательно агентов иностранного влияния это уважаемые жители казани и татарстана ваш сейчас мэр иль сурмитшин правильно ли я называю иль сурмитшин подчиняется закону испании и возглавляет полностью о гмв а я думаю что это произошло тогда когда прошли учения в казани про просто сдал вас в обмен на свой руководящий пост глобалист к организации вот именно вот эти учения в казани это была лакмусовая бумажка это было его присяга на верность что самое хочу сказать важное произошло произошло это все в декабре во первых вот мы все время все это время будем так говорить мы стреляли по воробьям мы бегали мы находились в обороне и бегали за хвостами до тех незаконных актах тех незаконных действий всех органов пытались устранить негативные последствия и речь шла о нашем национальном законодательстве в том числе вот этих qr-кодах до которые сейчас очень активно против которых активно борется борется люди и слава тебе господи что эта борьба имеет успех и там допустим на транспорте и на железнодорожном воздушном транспорте это все отменили но отложили по крайней мере да здесь пока приняли в первом чтении но люди активно на всех ресурсов на всех пабликах в доме в ютюбе в твиттере в фейсбуке в инстаграм постоянно пишут на любой пост думы на любой вот касающийся там не знаю как нарядить новогоднюю елку они все время пишут про эти коды и я вижу что наступил четкий перелом что возврата к старому уже не будет люди дали жесткий бой системе по всем регионам и готов люди готовы быть жестче и люди готовы уже сейчас переходить от задела ручки и пера к другим каким-то видимодействием но по крайней мере активное гражданское противостояние и сопротивление она имеет место быть люди не посещают торговый центр где требуют qr-коды люди в допустим в той же казани объединились в транспорте у них есть уже познавательными за познавательные знаки если человек стоит с маской в руке значит ему нужно проехать он не может проехать его забирают организовали бесплатные проезды да то есть люди сейчас объединяется система этого не ожидала то что будет как они хотят я уверена сто процентов этого не будет этого не были они будут пытаться они будут пытаться они будут продавливать но нам сейчас нужно в любом случае поменять некоторым образом парадигму нашего сопротивления я примерно скажу как мы даже вот фильме чужой да когда да когда ну героиня или герой сражается вот с этими выкормышем и детенышами вот этого монстра то это не приносит определить никаких определенных результатов да ну временные результаты принадебить помадки вот это самое главное нужно найти матку и ударить по этой матке которая рождает этого монстра воз это по сути коммерческая организация а по уставу она создана в 1946 году причем так интересно когда мы смотрим разные источники англо и русскоязычные а даже тексты уставов не совпадает всем слово волосы за последние два года конечно набило оскомину и мы понимаем что все ноги растут оттуда и это подтвердили декабрьские события с 29 ноября по 1 декабря в женеве проходила специальная сессия 76 а социо ассамблеи здраво здравоохранения на которой присутствовали в том числе россия белоруссия казахстан то есть ну наши как бы наши республики при этом россию и белоруссию представлял мурашка и какая-то чиновника дронова дроново казахстан был представлен такая вот сама мы про это уже говорили я сейчас буквально вот широкими мазками потому что кроме этой ассамблеи там много еще за ней было событий которые я предполагаю не очень конкретно взаимосвязаны между собой значит на этой ассамблее а первое что прозвучало что пандемии у нас уже будут планируемы как сказал глава директор возда что мы живем в условиях план мы не должны останавливаться и заканчивать эту пандемию чтобы начинать планировать следующие то есть открытым текстом это сказано сейчас извини просто для наших зрителей напомню что в свое время то викторский институт военно-психиатрических исследований насчет доказал показал то что поддержание уровне тревожности есть форма управления большими социальными группами запомните да это длина это нужно поддерживать тревожность бесконечно что мы постоянно будем жить в условиях чрезвычайных ситуаций мы постоянно будем жить в условиях пандемии вот это микрон появился дельта уже никого не интересует теперь уже у нас а микрон микрона микрон да вот и в итоге а получилось так что самого пандемического соглашения проекта не то в глаза не видел очень скользкие такие вообще скудные упоминания в прессе а мы раскопали вот как раз проект его да и дорожную карту некую и она вообще зловещая очень это дорожная карта говорить план да мы да мы раскопали план будем говорить так план тот который они будут скорее всего уже в жизнь внедрять в самом пандемическом соглашении ну в общем что там было принято что принято что да там в марте они соберутся в очередной раз рабочая группа следующая в августе и в итоге это пандемическое соглашение будет подписано к двадцать четвертому году 14 15 декабря оказывается у нас москве созывается очередная сходка товарищей извоз и когда мы стали выяснять вообще откуда ноги растут и что это за конференция называлась она конференция по борьбе с неинфекционными заболеваниями всемирной организации офиса всемирной организации здравоохранения в москве неинфекционные заболевания вот слушай как интересно неинфекционные заболевания это там диабет рак то есть они должны были говорить про онкологии про сердечно-сосудистый но который занимает большой сегмент в смертях от которых по его умирает люди это инсульты инфаркт это сахарный диабет это онкология сердечные сердечные и онкологические ну так вот и вы выяснились очень интересные обстоятельства мы подробно это рассказывали в своем стриме я не буду сейчас это повторять но вот буквально что 5 широкими мазками оказывается этот офис москве у нас существует уже семь лет мы что-нибудь знаем про него и существует он за за бюджет за счет бюджета и за счет наших средств потому что мы налогоплательщики за счет средств российской федерации а у них офис на леонтийском переулке то есть центре москвы до возглавляет этот офис даже никак не русский чиновник никакой а возглавляет его англичанин а господин клюге что характерно да значит тут туземцы туземцы не могут сами отвечать сами за себя да то есть прислали сюда куратора колонизатор понимаешь вот куратор у нас создалось такое впечатление что вот эти вот офисы я думаю что он не единственный мы сейчас будем делать запросы конечно мы сейчас сделали запросы по другим офисам вот мы сделали запросы по порядку финансирования составу да что вы вообще сделали за это время графики покажите как уменьшилась или увеличилась заболеваемости неинфекционными заболеваниями в россии вы же собираете здесь конференции рассказывайте какие вы молодцы и сколько вы сделали и расшаркиваетесь друг перед другом расскажите нам почему-то такой в об обстановке строжайшей секретности опять никто ничего не знает опять у них между собой чик собрался ну что самое главное что самое смешное было вот мы на самом деле нам надо дать на на медаль мы два дня просидели прослушали два дня этой конференции по 9 часов мы вот буквально записывали за ними вот так от руки до чтобы кто что сказал чтобы понять людям рассказать вообще что происходит и а происходит совершенно чудовищные вещи чудовищные вещи потому что люди собрались поговорить об и не инфекционных заболеваниях о порядке а там по способах борьбы по борьбе да вопрос вообще практически ничего не говорилось про эти заболевания все о чем они говорили два дня это было первое создание цифровых площадок создание телемедицины сбор персональных данных пандемия и вакцинация и это понимаешь вот сам состав до выступающих так сказать делегатов это былими это был министерский уровень до 1 выступил мурашка он естественно было как обычно многословия витиеват а значит он сказал что он выступает от имени министерства здравоохранения первое миссер здравоохранения часть правительства и он назвал достижением пандемии самое смешное изменение парадигмы научно-технического развития он британские ученые установили сама вот это я хочу чтобы до людей дошел уровень он был уровень фриков это был уровень не научной конференции это было вот настолько непрофессионально и настолько они оголили вообще распоясались оголили вообще все свои настоящие цели что вот такое было ощущение что они людей считают за дураков или они считают что никто не будет смотреть их конференцию никто не ожидал что какие-то товарищи дамы будут сидеть и записывать за ними каждое слово стенографировали практически да и мурашка так смешно он значит в качестве достижений заявил о неких 12 каких-то платформах и 12 каких-то проектах которые уже в россии времени внедрены и одним из этих проектов он назвал прорывом в области цифровизации инноваций то что они делают такую такую маркировку табачные алкогольных изделий которые позволяют отслеживать в каком регионе они продаются смотри вот уровень понимаешь и что дальше смотри самое что интересное ну они наверно скорее все обкатывали другую систему алкогольной и табачной продукции самое что здесь интересно что он отчитывается не перед народом конечно он отчитывается даже не перед думой которая ну как бы не народом он отчитывается перед глобальными кураторами вот это к вопросу об агентах иностранного влияния еще есть запомнившись выступала ольга голодец это позже характерно фамилия голодец это представитель сбербанка по информационным технологиям кстати она была она была вместо голиковой как раз вот в то время четырнадцатых года когда начался развал всей системы здравоохранения то есть это баб уже барышня стояла у руля и сейчас она рассказывает вот этим вот товарищем насколько россия рванула вперед по цифровым технологиям особенно сбер потому что это уже экосистема и все эти могут все эти технологии теперь они будут внедрять и в с точки зрения в здравоохранении медицины да вот эти цифровые технологии ольга голодец она предложила полностью перевести медицину на электронное обслуживание сбербанк создал инструменты мгновенного определения ковид пори и распространил ее по всем регионам в частности спасибо ей за это большое вообще все очень похоже на какой-то проект имени остапа ибрагима бен них везде красной нитью проходили вот это мета вселенная мета информация цифровое здоровье что такое цифровое здоровье у кого нет человеческое здоровье то есть они а вот активно массировано били в одну и ту же точку что мы переходим в некую мета реальность мы это сейчас уже знаем да на всех площадках у нас и президент об этом уже говорит что там и аватары создаются и прочее и там будет существовать некая цифровое здоровье и они должны собрать все данные персональные до люди вот но знаешь я что хочу сказать что мишель до людишки мешают им очень я хочу вот в этом смысле обратиться к людям не все так безнадежно они каждый из них подчеркивал что им очень мешает активное сопротивление и нежелание людей делиться своими данными и вот это надо продолжать делать то есть они не могут все равно перешагнуть через наше воле изъявления пока не могут это надо использовать еще поразили выступление венгерского или и славянского я не помню там товарища который четко сказал что хватит делать фетиш из этих персональных данных они нужны нам ваши персональные данные сатанистам нужны ваши персональные данные и в том числе там прозвучало слово транспортология красиво то есть а я думаю что как раз они очень они на второй день вообще просто расчехлились они видимо перестали бояться думали что их не слушает там где-то у них болтается этот их ролик на этом на ютюбе или там где-то спрятанный был вернее не на ютюбе на в этом на сайте воз и что никто их не смотрит и они так активно начали рассказывать от о своих настоящих откровенных планах что это было просто вообще уже но не видит это только слепой может не увидеть они стали говорить что мешают врачи которые не не хотят работать на цифровой основе не хотят сливать данные эти пациента причем до оскорблений доходило что те врачи которые не перейдут на цифровую форму обслуживания не смогут осилить и освоить эту программу и не научатся врачевать по телемедицине те врачи будут списаны в утиль и обязаны уйти в ветеринарию это было так сказано причем прослеживалась именно еще такая тенденция что они конкретно списывают людей после шести дину то есть старшего возраста потому что а потому что да потому что им ну вот люди они не владеют может быть гаджетами они не бабушки да они не зарегистрированы на каких государственных услугах почему я должен и эти люди я обязан владеть зачем минут я могу свой телефон компьютер выкинуть любой ты можешь сделать все пока вот они понимаешь они выкидывают на обочину этих людей и именно старшее поколение подпадает под каток потому что старшее поколение хуже всего пользуются этими гаджетами и не хочет она хочет прийти бабушка чтобы ей пульс пощупали чтобы ей там посмотрели животом давление и померили в конце концов все все переводит все переводит на удаленку насчет все переводит в разряд бедных к богатому человеку приедет там пощупает померяет понюхает потрогает и так далее а здесь нет то как бы издалека тем там осмотрит общие головка болит иди выпить там таблеточку все из этой серии по идее сейчас так практически обслуживает уже всех это тот самый план который мы видим во всех документах всемирного банка до форума шваба это как раз вот это к тому самому идет что еще хотела я сказать какая еще веха это отчет голиковой на пленарном заседании думы 16 декабря что сказала мадам арбидо во первых она не ответила ни на одно ни на ни на один вопрос она прямо не ответила все время мы привлечем мы разберемся мы да мы не располагаем сведений дальше четко прозвучало я что услышала что уровень смертности после начала кампании вакцинации не изучен далее подтвердила она что у них нет никакой отработанной системы обратной связи с пациентами дальше все их рекомендации вот когда их спрашивали четко про систему здравоохранения национально они все время ссылались на воз только воз 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 это в каждом слове и что интересное там прозвучало на запрос тоже представителя кому кого-то депутата из коммунистов а по поводу тех людей которые переболели но ничего не получили а что делать с этими людьми которые ну сто процентов скорее всего переболели но никуда не сходили и себя не занесли ни в какие госуслуги она произнесла удивительную фразу нам нужно легализовать это население легализовать под этим подразумевать мы вне загону но ты понимаешь мы сейчас под лоб у рассматриваем каждое их предложение и каждый раз вылавливаем какой-то там блох и вылавливаем тайный смысл какой-то вот мы сейчас все задумались над этим высказыванием голиковой она вы неспроста произнесла что под этим подразумевается мы можем только предполагать мы это увидим пленарное заседание это прошло мадам высказалась все с ней было понятно и очевидно ничего нового мы не услышали но мы услышали какие-то ключевые фразы которые мы будем дальше разбирать и на них строить свои собственные конструкции и будем думать делать будем думать что с этим делать дальше когда говорят что один в поле не воин это не так и один в поле воин а к тем более когда энное количество людей объединяется когда объединяется умные хорошие честные люди которые работают не на себя работают для вас для нас для всех то можно добиться очень больших один в поле воин если он по-русски скроет и мы также благодарим наталью за ее тяжелый и очень такой полезный для нас всех труд когда мы объединяемся когда люди объединяются вот эта энергия она не плюсуется она умножается друг на друга я спасибо большое кирилл за так сказать благодарность спасибо большое кирилла за то что ты так оцениваешь наш труд я хотела бы обязательно обратиться к людям вот с каким позванием сейчас начался обратный отсчет 22 год будет очень сложный очень но он будет позитивно сложный поверьте мне потому что такого уровня сопротивления именно в россии враг не ожидал это вот когда дошли фашисты до москвы да вот встали и пружина сжалась и она сейчас разжимается это пружина и мы должны этот обратный отсчет довести до цифры 0 0 . система вашей жизнедеятельности отключена на этом мы должны закончить с этим сатанизма